Ребята, всем привет! Первый день моего веганства. Сейчас буду дегустировать грецкий орех, чай пуэр и вот эта замечательная, как она называется, паста из семян светлого лена. Начну с пуэра, сразу его заварю, пока чайник горячий. Пуэр с хризантемой. Сейчас я его сначала запарю, потом прочитаю. Пуэр, вот этот стоил 35 рублей. Вот она, таблеточка. Пахнет, как земля. Вот, смотрите, таблетка. Закидываем в заварник. Да, у меня есть заварник, но я разбил от него крышку, вот прямо сейчас, когда я его мыл, разбил крышечку. Поэтому придется накрыть его тарелкой. Сейчас прочитаю о пуэре. Пуэр хуа то с хризантемой. Настой имеет насыщенный темно-бодрый цвет с очень интересным ярким вкусом и легким ароматом хризантемы. Заваривается 2-3 минуты при температуре такой-то. На чайник 450 миллиграмм. Ну, я думаю, тут 450. Я его полный не налил. Хватит. Кружка, Спартак, Спартак чемпион. И грецкий орех. Давайте я сейчас вскрою его. Он очень плотный пакет такой. Не знаю, как его даже открывать. А то он весь высыпется же потом. Давайте с краю. Герметичная упаковка очень была. Вышел воздух. Прям вот я как ноженого пырнул. Вышел воздух. И вот он орех. Раздроблен. Видно, нет? Вот так. Кстати, не знаю, из какой страны завезен этот орех. Может быть, Азербайджан. Вкусный, свежий орех. Я очень люблю грецкий орех. Когда он свежий. Ну, прям вообще вот сбор. Прошлого года, наверное. Кайф. Орехом доволен. Очищенный. Но вот периодически попадаются такие от скорлупы куски. Точнее, не от скорлупы, а от внутренности. И сейчас попробую пасту. Живая паста из семян льна. Описание сначала. Короче, вот только съем ее, буду вообще здоров. Семена светлого льна содержат наибольшее количество фитоэкстрогенов, незаменимых для здоровья. клетчатка помогает в борьбе с лишним весом, высоким содержанием омега-3, снижает уровень холестерина и так далее. Ну, я думаю, это какая-то вкусная штука. Ну, как минимум, полезная. Может, она и невкусная, но полезная. Пахнет. Пахнет вот как раз как арахисовая паста, хотя я ее еще не пробовал, но вот таким пахнет орехом. Вот, смотрите, желе, субстанция типа кабачковой икры, например. Сейчас попробуем. Она вяжет рот. Я сейчас не смогу говорить, пока не попью чаю. Просто вяжет рот на вкус как арахис и семечки семечки подсолнечника перемолотые. Просто вот перемололи их и все. И вот она такая вязкая-вязкая тема. У меня все небо залепило. Сейчас немного ливану ливану чайку. Хотя он еще не заварился. Аромат просто кипятка. И внутри, только на дне начинает появляться оттенок заварки. ну да, еще совсем не заварился, просто вода. Короче, семена льна надо хавать, ну вот эту пасту из семян льна намазывать на хлеб и непременно запивать горячим чаем или горячим кофе. Просто так ее есть вообще невозможно. Просто рот весь связала. Но вкусно веганская еда и она сытная. Я на самом деле думаю, что если поесть вот этой пасты с орехом с грецким, ты наешься на какой-то промежуток времени. Посмотрим. Этот эксперимент, который я ставлю, я не буду сейчас есть вообще никакое мясо, исключительно веганскую еду, вот это то, что купил. Ну еще хлеба только куплю. И все. Посмотрим, сколько я так продержусь. Вот, чай начинает приобретать уже светло-коричневые оттенки. Вот, можете видеть, такой слабо заваренный чай, как вторики. А вторики не чай. С хризантемой. Ну, пока я не чувствую того вот, знаете, такого классического пуэра прямо, ну вот, который хватает, который я люблю. Пока это какой-то не классический пуэр, ну, либо слабо заваренный чересчур пуэр. Кстати, снимаю на новую камеру, не помню, говорил об этом или нет, но вот херово, что нет здесь экрана, я даже не знаю, как я вот сейчас выгляжу, так бы я мог, когда ее устанавливать, посмотреть, какую панораму она захватывает. Может, у меня сейчас полбашки срезана, но я в таком формате и залью видео, ладно уж. но пуэр, короче, слабый. Семенами льна я доволен, у меня до сих пор небо еще в этой пасте, как бы, я не проживал орех свежий, вот в этом магазине, название которого я не произношу, но ссылку даю, хороший магаз. Орехами доволен, пастой доволен, чаем, зоу-зоу. Не, ну и чаем тоже, то, что здесь написано на упаковке заваривать 2-3 минуты, это, конечно, мало, потому что, ну, всегда чай заваривается минимум 5 минут нормально, чтобы прям настоялся. Вот сейчас прошло, я думаю, минуты 4. Да, и мы видим, что уже такой прям приобретает нормальный коричневый цвет. Сейчас я налью. Да, вот видите, уже такой прям настоявшийся чай. Да, уже как бы кайфовый. Определенно появляется вкус пуэра, но все-таки не такой вот, не прям китайский, китайский, такой настоящий матерый пуэр. Но, тем не менее, да. Ну, собственно, на этом заканчивается дегустация первой партии еды. Орешки вкусные. Буду продолжать показывать дегустацию из этого веганского набора, который я купил, рассказывать о своей, о своем веганском эксперименте. Ни в коем случае не подумайте, что я стал совсем веганом. Я потом, после того, как закончил этот эксперимент, куплю гигантский кусок мяса. Ну, пока в рамках эксперимента буду есть только вот эту веганскую еду. Может быть, еще потом партию одну куплю. Так, также эксперимента ради. Ну, собственно, пока все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео, будет много всего интересного. До новых встреч!